Ну вот это было последние 10-15 лет, потому что еще в 2008 году, я там бывала в 2009 году, она еще стояла в плохом состоянии. Ну вот, да, да, да. Вот они после 2008 года этим занимались. 20 июня 1944 года финский город Вейпури был повторно взят советскими войсками и окончательно стал советским Выборгом. Из него убежали почти все жители, многие здания были повреждены, многие разрушены, город был в очень плохом состоянии. Накануне Второй мировой войны Вейпури был вторым по величине городом Финляндии, одним из самых красивых и процветающих ее городов, центром культурной и деловой жизни Восточной Финляндии. Выборг начался с замка, основанного в XIII веке шведами. На 400 лет прилегающие земли попали в сферу влияния шведского королевства. Под защитой замка к востоку от него на скалистом полуострове рос город. В XV веке он был окружен каменной стеной с башнями, она в дальнейшем расширялась и модернизировалась. С XVI века росли предместия за стенами города. Почти вся застройка была деревянной, город и предместия постоянно сгорали. В XVII веке после очередного пожара была проведена перепланировка всего города. Средневековую нерегулярную сеть улиц поменяли на новую регулярную. Она сохранилась до наших дней. Перепланировка проходила в соответствии с программой обновления шведских городов, проводимой во всем королевстве. В 1710 году в ходе Северной войны армия Петра I заняла Выборг, и он стал русской пограничной крепостью. Были обновлены старые оборонительные сооружения и построены новые к северо-западу от замка. Через сто лет были завоеваны восточные провинции Швеции, и из них было сформировано Великое княжество финляндское. К нему отошел и Выборг. В начале XIX века в Выборге было 3000 жителей – русских, финнов, шведов и немцев, лютеран и православных. И говорили они, как правило, на четырех языках. Хотя во время Крымской войны британский флот к Выборгу не подошел, военным властям стало очевидно, что крепостные укрепления устарели. Они и незастроенные земли к востоку от них, отделявшие крепость от пригородов, были переданы гражданским властям, были разобраны, а рвы засыпаны. На месте крепостных сооружений был заложен новый район, планировка которого продолжала регулярную сеть улиц старого города. А вот западные анненские укрепления гражданские власти тогда так и не получили. Они сохранились до сих пор. Старый город и замок тоже не были тронуты новой планировкой. Замок до середины XX века оставался в собственности военных, которые поддерживали его в хорошем состоянии. В новом районе разрешили только каменное строительство. Здесь построили крупные общественные здания, разбили парк. Новые жилые районы с регулярной планировкой разбивались и застраивались к востоку и северу от участков старой крепости. С началом промышленной революции в 1860-е годы Выборг стал быстро расти. В 1856 году был открыт Сайминский канал. Он связал Сайминскую озерную систему с Балтийским морем в районе Выборга. Канал способствовал не только промышленному росту Выборга, но и строительству множества дач в округе, так как ландшафт был очень красивым. В 1870 году через Выборг прошла железная дорога в Санкт-Петербург-Хельсинки, что еще больше усилило приток дачников и туристов из Петербурга. В начале XX века застройка Выборга была еще в основном малоэтажной деревянной. Жилое многоэтажное строительство только начиналось. Вместо скромных домиков строились дома в духе эклектики и с изысканными фасадами в стиле северного модерна. В новом районе была возведена собственная архитектурная доминанта – кафедральный собор в неоготическом стиле. По проекту известного архитектора Элиэля Сааренина был построен новый вокзал из гранита с шикарной отделкой и передовым оснащением. Крытый рынок был крупнейшим в Скандинавии и имел современную систему охлаждения. После революции 1917 года парламент княжества принял декларацию о независимости, и Финляндия после недолгой гражданской войны стала буржуазной республикой, а Выборг – финским городом. Местных русских никто не выселял, принимали бежавших из Петрограда эмигрантов, но остальные связи с Советской Россией оборвались. Не стало ни русских туристов, ни дачников. Выборг финляндизировался, терял свой космополитический характер. Официальным языком стал финский. Уличные указатели, ранее бывшие на трех языках – финском, шведском и русском – были заменены на исключительно финские. К началу Второй мировой войны население в Виепуре достигло 80 тысяч человек. Он процветал. Шло масштабное строительство. На новую должность главного архитектора генерального плана был назначен Отто Иевари Меурман. Он работал у Сааренина и творчески воспринял его идею органической децентрализации и применил ее. Меурман планировал Большой Выборг – агломерацию населенных пунктов с центром в Выборге. Население агломерации должно было составить 300-400 тысяч человек, самого Выборга – 125 тысяч человек к 1970 году. Населенные пункты разного размера предлагалось разделить незастроенными территориями, лесами и сельскохозяйственными полями и связать между собой скоростными дорогами. Морской порт и судостроительный завод должны были быть в Ууросе, современном Высоцке. Устье Сайминского канала и ветку железной дороги планировалось перенести. Пригороды Выборга планировались малоэтажными, состоящими из отдельных вилл и блокированных коттеджей с участками. В 1930-е годы малоэтажная застройка в центре Выборга продолжала быстро заменяться многоэтажной. Появились здания в стиле кирпичного экспрессионизма, арт-деко, функционализма в сочетании с неоклассическими деталями и композициями и чистого функционализма. Восходящая звезда финской архитектуры Альвара Алта построил одну из своих выдающихся функционалистских построек – здания библиотеки. Другие архитекторы тоже возвели немало интересных зданий. Здания музея и школы искусств, архива, первого небоскреба Финляндии высотой в 11 этажей. В портовой зоне появились архитектурные доминанты промышленного назначения, а в восточной части, на Батарейной горе, водонапорная башня. Современные здания строились в историческом центре города по соседству с домами в традиционных стилях. Самые ценные старинные здания и фрагменты застройки уже в 1920-е годы получили охранный статус как памятники архитектуры. Поэтому, когда в самой древней части города был построен функционалистский дом, это вызвало скандал. А приспособление средневековой круглой башни под кафе было сочтено хорошим примером отношения к древностям. В ноябре 1939 года Красная армия, вторглась на финскую территорию, началась Зимняя война. Выборг был сразу подвергнут бомбардировкам и серьезно поврежден. К марту 1940 года советские войска дошли до Батарейной горы, но центра города так и не взяли. Побежденные финны ушли сами. СССР достался разбомбленный и опустевший город. Почти все жители бежали. Город стал заселяться советскими гражданами. Но когда в 1941 году немцы напали на Советский Союз, финны попытались отбить свои земли. 29 августа 1941 года финны вернулись в Выборг. Теперь уже им достался пустой город, еще более разрушенный, отступавшими советскими войсками. Летом 1944 года советская армия отыграла назад, и Выборг был сдан без боя. Сохранившиеся здания, к счастью, не были разрушены. Если бы в городе развернулись такие же бои, как при яростном сопротивлении финнам в других местах Карельского перешейка, то от Выборга не осталось бы камня на камне. В 1944 году, согласно мирному договору, подписанному между СССР и Финляндией, Выборг и часть Восточной Финляндии вошли в состав Советского Союза. Сразу началось переименование населенных мест, но Выборгу оставили его старое русское имя. А вот улицы в городе были переименованы и памятники снесены. Ничто не должно было напоминать о финском прошлом. Улицы получили типичные советские названия, а город – символы нового времени, статуя Ленина и монумент советской армии-освободительницы. 15 лет до 1958 года Выборг оставался закрытым пограничным городом. Поселиться здесь можно было только по особому разрешению, население росло медленно. Довоенная промышленность пришла в упадок, сильно разрушенный Сайминский канал был закрыт, торговли не было, Выборгский порт в Высоцке не работал. В 1948 году был открыт судостроительный завод, чтобы дать хоть какую-то промышленную базу существованию города. Но в целом Выборг стал глухим провинциальным городком на окраине огромного государства. Сохранившегося жилья было достаточно, так как население сильно сократилось. Новых жилых и общественных зданий не строилось, за исключением железнодорожного вокзала. Построенный Саарениным вокзал был взорван отступавшими советскими войсками в августе 1941 года и с тех пор стоял в руинах. Восстанавливать его не стали, на его месте был построен новый вокзал с симметричным фасадом в неоклассическом стиле того времени. В конкурсном задании на проект вокзала было указано, что новое здание не должно быть похоже на старое. Арка и вестибель в центре нового вокзала напоминают о предыдущем здании. Ну а липоватый ордер, массивных колонн, грубые формы оштукатуренных фасадов – все это ни в какое сравнение не идет с изысканным модерном Сааренина. Лишь небольшой фрагмент старого вокзала сохранился до наших дней. Полуразрушенный кафедральный собор, доминанту новой части Выборга, восстанавливать, конечно же, тоже не стали. Многие другие пострадавшие здания в центре тоже снесли, хотя их можно было бы восстановить. До 60-х годов поврежденные здания в Выборге просто ремонтировали, не восстанавливая утраченные элементы и детали, упрощая крыши. Характерным примером является дом Пиетинина на вокзальной площади. До повреждения это было характерное для северного модерна диссиметричное здание со сложным силуэтом, фронтоном, ступенчатой башней. При ремонте была сделана попытка сделать фасад симметричным. Силуэт был упрощен, башня исчезла. Здание исторического музея с фасадом в стиле Балтийского ренессанса было перепланировано под квартиры. Вместо крутой и скатной кровли, составлявшей отличительную особенность его стиля, был сделан четвертый этаж и почти плоская крыша. Такое грубое отношение к историческим зданиям обеднило архитектурную среду центра города, упростило его силуэт. С функционалистскими постройками не церемонились и подавно. Неповрежденную алтовскую библиотеку хотели переделать в неоклассическом стиле, приделать портик с колоннами, но, к счастью, обошлось. А вот жилой дом на прогонной улице не пощадили. Витринные окна на первом этаже заложили, превратив в обычный, террасу наверху заложили, сделав жилые помещения и подперев крышу нелепыми столбами. Сделали скатную крышу, стены покрыли охристой штукатуркой под шубу. Изуродовали дом. Менялось назначение зданий. Просторные квартиры переделали в коммунальные, ратуша была переделана в кинотеатр, немецко-шведская церковь в клуб моряков, здание ломбарда в склад. Родильный дом был приспособлен под туберкулезную больницу, а туберкулезная больница под общежитие. Родильный дом разместили в доме, для этой функции не предназначенном. После того, как в 1958 году Выборг стал открытым городом, начались контакты с Финляндией. Советские архитекторы получили возможность знакомиться с архивными материалами Выборга, которые в 1939 году эвакуировали подальше от границы, в Микеле и другие города. Выборг не был забыт в Финляндии. Исследованиями его занимался Юхо Ланкинин, архитектор и сын выборгского архитектора Ялмари Ланкинина, который эвакуировался с семьей в 1944 году. Юхо Ланкинин создал макет Выборга 1939 года, а затем и портал, виртуальный Выборг. Он дружил и переписывался с советскими архитекторами. Реставрировать исторические здания теперь можно было на научных основаниях. В первую очередь занялись замком, который только в 60-е годы был передан гражданским властям и стал музеем. Хорошим примером научной реставрации стал средневековый дом, в котором до войны находилась церковь святого Геоцинта. Были снесены пристройки XIX-XX веков, поднята крыша, в здании разместили художественную школу. Даже некоторые рядовые здания реставрировали качественно. Но историческую среду в это время не ценили, и не только в Выборге, но и везде. Началось жилищное строительство, и это были типовые пятиэтажные дома из серого кирпича, буквально все одного типа, одинаковые по всему городу. Их ставили с отступами от красных линий или вплотную к старым домам, и их убогий облик обезобразил центр города. В высоту они, однако, не лезли, хотя никаких правил по средовому регулированию не было. Но применять разрешалось только типовые проекты, а они были только такими. Отдельные модернистские вставки все-таки были сделаны со вкусом и талантливо. И даже сейчас смотрятся неплохо. В конце 70-х, начале 70-х годов разрешили строить дома по индивидуальным проектам. Десятилетия типового строительства плохо сказались на профессиональных навыках советских архитекторов. К тому же они были ограничены необходимостью применять типовые окна и двери, другие строительные элементы. Так что свобода творчества была весьма ограниченной. Некоторые новые дома были вполне удачными, с поисками сложных композиций и разнообразия, чтобы соответствовать сложной исторической среде. Но чудовищное на уровне бедных африканских стран содержание, плохие материалы, отсутствие ремонтов, возможность каждому владельцу квартиры как угодно уродовать свои балконы, все это напрочь убило попытки архитекторов сделать красиво. И, конечно, модные 80-е годы попытки имитировать скатные крыши с помощью нелепых жестяных коробов не добавляют красоты фасадам. В конце 70-х годов появилась еще одна новая тенденция строить в центре Выборга на местах старых домов, на старых гранитных фундаментах, новые дома, имитирующие исторические. Если не слишком придираться к деталям, можно считать такие дома удачным примером наметившегося средового подхода. Но таких примеров очень мало. В историческом центре города и до нашего времени осталось много пустырей на местах разрушенных во время войны домов. Они зияют, как выбитые зубы, разрушая целостность исторической среды. Рассмотрим теперь новые районы и новое жилое строительство. До войны пригороды Выборга были деревянными, одна-двухэтажными. Западные пригороды не были разрушены, дома были покинуты владельцами и достались советским гражданам. Но не в качестве собственности, а как бесправным арендаторам. В течение всего советского периода эти пригороды так и остались неблагоустроенными, без инженерных систем. В конце XX века дома были приватизированы, и с тех пор большинство из них снесены. На их месте построены новые коттеджи. Сохранилось небольшое количество довоенных финских домов, как, например, вот этот, 1913 года постройки. Без канализации, водопровода и с печным отоплением. Восточные пригороды были значительно разрушены. На месте одного из них, на берегу залива, был построен судостроительный завод, уродливые корпуса которого заняли прекрасные побережья. В конце 60-х годов на Востоке развернулось строительство новых микрорайонов с типовой многоэтажной застройкой. Если где и сохранились старые дома, они были снесены. Сохранили только дом-музей Ленина и несколько домиков вокруг для придания достоверности. Застройка грубыми типовыми домами особенно безобразна в Выборге. На плоских участках в Ленинграде строчки и точки повторяющихся домов создают хотя бы впечатление упорядоченности городской среды, организованности. В Выборге сильные перепады рельефа, скальные выходы и попытки применять здесь строчные периметральные композиции из типовых домов привели к какому-то хаосу. Композиции нет, все разваливается, во дворах торчат скалы, расстановка домов грубо противоречит рельефу. Лишь в одном месте, недалеко от берега залива, получилось создать похожую на скандинавскую композицию из четырех точечных домов, скачущих по рельефу. Конечно, в Финляндии в 60-е и 70-е годы почти во всех городах снесли неблагоустроенную деревянную застройку и построили современную многоэтажную. Но простые модернистские дома нетиповые, разнообразные, характерные скандинавской архитектуры с большими окнами и балконами, хорошего качества и расставленные в соответствии с рельефом. Они просто красивые. В Хельсинки и Турку немало исторических зданий в центрах пали жертвой стремления к наживе, и вместо них построили примитивные модернистские коробки. Но они все-таки смотрятся лучше, чем неряшливые типовые пятиэтажки. В центре финских городов сохранили традиционную плотную периметральную застройку. В них нет зияющих пустырей. Экономика Выборга оживилась в конце 60-х годов. Стали приезжать финские туристы. В 1968 году был вновь открыт Сайминский канал, переданный в аренду Финляндии. Его устье было перенесено в соответствии с планом Меурмана 1932 года. Порт Высоцк был открыт лишь в 1983 году, а довоенный уровень населения Выборга был достигнут только между 80-м и 90-м годами. Ничего похожего на агломерацию Большого Выборга даже в проектах в СССР не было. От некогда процветавших финских ферм остались только фундаменты, поля заросли, сельские поселения убогие и неблагоустроенные, дорог мало и качество их низкое. Россияне приезжают в Выборг посмотреть на средневековый замок, особо продвинутые на библиотеку Альваро-Алта, идеально отреставрированную финнами в последние годы. Бывшее здание ломбарда прекрасно отремонтировали, в бывшем здании музея и школы искусств опять разместились в музее и школа. Но в целом город, который мог бы быть жемчужиной, производит удручающее впечатление. На сегодня это все. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Не жалейте лайков. Делитесь трансляциями. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 Продолжение следует...